Продолжение следует... Надеюсь, что мы проведем это время с пользой и вы уйдете за кеми неудовлетворенные. Почему неудовлетворенные? Потому что когда человек доволен, полностью удовлетворен чем-то, все его устраивает, то он не меняется. Находит в зоне комфорта какой-то своей. А я хочу, чтобы вы менялись. Я хочу, чтобы вы менялись, чтобы то, что у вас лучшее становилось больше. Если есть то, что вам не нравится, чтобы вы устраняли его из своей жизни. Если у кого-то уже и так лучше некуда, то это хорошо, я за вас рад. Но на всякий случай проверьте курс. Может, вы уже у меня не знаете. Не зная целей, нечего применять какие-то техники. Надо знать сначала цель, куда я иду. Вот это есть более главное. А целей обычно много. Цель – это направление. И то хочу, и туда хочу, и там вроде хочу успеть. Целей много, направлений много. Нужно определиться. Везде вы не успеете. Поэтому нужно определяться. Надо выбирать. Нужно выбирать. На основании чего выбирать? Почему я выбираю вот этот путь, а не вот этот? Что это? Космонавты захотят? Может, строители лучше? Нужно расставить какие-то приоритеты. А приоритеты мы расставляем на основании своих ценностей. То, что для нас главное. То есть, о ценности – это вот нижний яркий. Зачем? Вопрос «зачем?». Самый главный вопрос, который я хочу, чтобы вы почаще себе задавали. Зачем я что-то хочу делать? Зачем я к чему-то стремлюсь? Зачем я что-то делаю? И только исходя из этого «зачем?» Ставить вопрос «а куда мне надо идти?» Чтобы удовлетворить вот это «зачем?». И начинайте всегда снизу. Обычно начинают сверху. Начинайте всегда снизу. То есть, пришла какая-то идея, какая-то мысль, какая-то цель. Спросите, а зачем? Оно мне надо? Надо или это я по телевизору увидел или журнальчик посмотрел. Очень красивая картинка. Хочу. А когда начинаешь анализировать «зачем?», когда задаёшь людям этот вопрос, то в 80% случаев ответа нет. То есть, ответ такой «ну надо, так у всех. Почему бы нет?» Ну, что у соседа есть. Чем хотел-ка отвечать от целей? Первое – это обязательно должно быть записано. Когда вы записали, это ответственность. Вы уже начинаете ответственно относиться к этому. Иначе, если оно не записано, то я же никому ничего не обещал. Когда не записано, я не проигрываю. Как только я записал, я могу проиграть. Поэтому обязательно записывайте свою цель. Второе – это конкретика. Не просто «хочу здоровья», «хочу богатства». Конкретика – сколько, когда, на какой срок, каким образом. То есть, только конкретика. Без конкретики – это часто ошибка того же тайм-менеджмента. Человек ставит цель и как танк попёр к этой цели. То есть, уже всё поменялось, обстоятельства поменялись, желания поменялись, люди вокруг поменялись. Время прошло, а человек свои цели прёт. На Берлин из танка вылезать, смотреть вокруг, оценивать ситуацию, переоценивать и корректировать свои цели. Иначе вы приедете к этой цели, вылезете из танка… Извините, как в подвозу ушёл. А тут уже мир поменялся, мне туда не надо было ехать. Большинство людей находится в этом зале. Они не особо осознают это, но они там. Этот кружок надо рвать. Обязательно рвать. Рвать можно в любой точке, но лучше всего рвать в районе цели. Ставим. Не надо ставить себе глобальную цель. Не надо сказать, что я через год буду миллионером. Не надо себя обманывать. Надо ставить реальную цель. Поставьте маленькую задачу, даже не цель, а задачу, которую вы знаете, как делать. Поставили маленькую задачу, цель. Даже план… Ну набросайте хотя бы план в голове. Не надо его даже записывать. Поймите, как вы будете, как я хочу сделать. Вот этот шажок, вот этот, вот этот. Как только у вас появляется… Тем более ставьте небольшую задачу, микрозадачу. Микрозадачу, чтобы вы точно её могли выполнить. Спланировали, как сделать? Сделали, получили результат. Маленький, небольшой результат, но это результат. У нас сразу же как-то воодушевление. Вот, молодец, получается что-то. Да могу же я двигаться, да? А если я дальше пойду, то ничего, оно пойдёт как-то. И самооценкой как-то всё лучше становится. Так и ничего себе. Я, я молодец. Самооценкой хорошо. Как только у нас что-то начинает получаться, сразу же мотивация возрастает. Да? Мы хотим двигаться дальше. Желание двигаться у нас растёт. Мы хотим идти вперёд. А как только желание появляется, ставится следующая цель. И мы, получается, вместо вот этого кружка начинаем… Спиралька такая получается, да? И мы потихонечку начинаем двигаться вверх. Техника, которая позволяет определить свои ценности, без которых вы не можете ставить цепь. Да? Откуда мы берём цепь обычно? Так как-то так вот. Откуда угодно. Надо бы их оценить, по тому подходят наши это цели или нет, родные или нет. Техника очень хорошая, с многими нюансами. Называется мемуар. Да? Вот. Я её опишу. Потом возможные вариации. Берёте либо свой ежедневный, либо заводите. Вот. Девушки любят красивый план, молодой день. Да? Вот. И каждый вечер выделяете на себя одного пять минут времени и записываете главное событие дня. Главное событие эмоциональное, не главный результат дня. Запишите ценность. Из-за чего вот это главное событие стало главным? Почему? Что? Какая ценность? Семья? Отношения? Карьера? Финансы? Что? Почему оно главное для вас? Вот как только вы оценили, всё, отлично. Таким образом у вас каждый день вы отмечаете, да? И у вас накапливается список ценностей. Зачем это надо? Надо по трём основным причинам. Первое. У одного целей и уровень как можно более плотно заполнить холодильник. А у другого уровень и целей это объединение там с абсолютом. Понимаете? И я не хочу вам навязывать ни то, ни другое. У каждой выбирает свою. Я хочу, чтобы вы, когда осуществляли свои цели, просто находили в этом удовлетворение. Если вас удовлетворяет наполнение холодильника, то ради Бога. Может вы его потом переступите и пойдёте выше. Вот эта вот текучка, быт, то что оно обычно исъедает всё наше планирование. А цель-то большая где? Она далеко. Она далеко. И когда мы хотим двигаться к этой цели, то есть каждый день мы должны в план записывать задачи, которые являются шажками к той большой цели. Иначе движения не будет просто. Это сложно иногда. Как это сделать, допустим? Как сделать? Есть такая техника очень известная, хорошая. Это называется стратегическая картонка. Она получила название из картонки. Картонка, которая вставлялась ежедневно. Стратегическая картонка. На ней... Что это за стратегическая картонка? На ней вы должны записать свои цели. Большие цели. Если не можешь себе позволить час времени на свою стратегическую цель, на большую. Есть такая техника называется техника будильника. Ставите себе напоминалочку на 15 минут. И 15 минут в день вы можете выделить на свою цель? Или нет? 15 минут, думаю, каждый может выделить на свою большую цель. Может. И вы поверите, посмотрите, и как-то ничего не поменялось. И как-то вы всё успели в жизни в этот день. 15 минут не критично. Никак не критично. Как только вы увидите, что как-то 15 минут в день для вас не критично, добавляйте 20 минут. Потом вы увидите, что и час, и два часа в день, и текучка сжимается. Текучка имеет свойство сжиматься. И сколько вы выделите на эту текучку, вот столько она и займёт. Многое из этой текучки вы не успеете. Да? Ну и чёрт с ним. Вот так вот. Чисто литературно скажем, да? Оно не главное. Главное то, что вы написали главное. Вот его надо сделать. То есть таймэнеджмент это не как успеть всё, это как успеть главное. Главное вы должны успеть. А текучку не успеют завтра сделать. Мало того, что мы очень жёстко привязываемся к плану, да? То есть мы пытаемся жёстко-жёстко планировать. И это приводит к тому, что мы не выполняем план. Это приводит к тому, к разочарованию, да? То есть пытался, я планировал, я расписал. С утра до вечера расписал. И мой план завалился на третьем пункте обычно, да? Оп, и всё, пошло. Ну и что планировать? Два дня помучался, да и без плана как-то, жил уже. Есть техника гибкого планирования. То есть ко времени, на самом деле, привязано очень мало задач. Очень мало задач. Вот ко времени, если вы проанализируете свой рабочий день, жёстко ко времени у вас привязаны две-три задачи. То есть какие-то встречи, какие-то совещания, да? Прийти на работу и уйти. Жёстко, обязательно. Надо жёстко уйти. Поэтому, а остальное гибкое. И гибко надо планировать. Вот, и один из способов гибкого планирования, так называемое, контекстное планирование, или кайросовое планирование. Хронос и кайрос. Кайрос – это удобный момент. Удобное стечение обстоятельств. И часто наши задачи привязаны к удобному стечению обстоятельств. То есть, допустим, например, когда начальник будет в хорошем настроении, подойти и поговорить насчёт отпуска. На какое время это запланировать? Чё ты знаешь, когда он будет в хорошем настроении? Неизвестно. Или там, когда позвонит Иван Иванович, обсудить проект такой-то, да? Куда записать? Ну, записал. Иван Иванович позвонил, я потом с ним поговорил, «А ты делал?» Потому что с Иван Ивановичем надо было спросить, да? Куда это записать? И таких задач у нас в большинстве. Вот. Примерчиков, если вы проанализируете свой рабочий день, там очень-очень много таких задач. Или там, «Буду ехать домой, заехать надо в банк». Да? За интернет заплатить. За телефон. Да? И таких задач много. Куда их планировать? Куда? И вот обычные ежедневники, они не приспособлены под это. Ни электронные, ни бумажные, под это дело не приспособлены. Так вот, есть такое понятие, «Кайросовое планирование» или «Контекстное» как это в программе. «Контекстное планирование». То есть, планирование в зависимости от ситуации. Реализуется очень просто. Заводится раздел ежедневно. Вот это надо выполнить обязательно, да? Выполняем в промежутках. Есть такой, очень большой соблазм раскидать их по времени. Ни в коем случае. Не делайте, завалите свой план, он не будет рядом. Не, оно не важно. Вы перенесете его на следующий день, если оно нужно. Потому что оно уже отмерло обычно так. не делаешь, не делаешь, не делаешь, да? Принцип того. Подожди, выполнять отмены. Да? Ты не выполняешь, и оно как-то раз, уже раз сосал. И не надо делать. Не спешите, выполняйте главное, приоритетное. А внизу, главное событие дня ваше. Запишите. И ценность. Да? Вот таким образом, вот этот алгоритм, который позволяет составлять более-менее реальные планы, которые будут двигать вас к вашей цели. Я все время это повторяю, но хочу, чтобы двигались большим целям, а не завязываться вот этой текучкой. Задачи есть, цели поставлены, планы написаны. Остается ерунда. Делать. Ну как-то не получается. А что же не делать? Не двигаемся мы, да? Как себя мотивировать? Как себя заставлять? Ну давайте, пару техник. Пару техник. На самом деле, мотивация очень такая специфическая тема. Вот как говорил один из моих учителей, он говорил, какая самая мотивация? Что за ерунда? Тебе надо иди и делать. Что ты? Если ты не хочешь, ты не ищи отмазки. Если ты ищешь отмазки, ты не хочешь, значит, поучить. Есть варианты, ты хочешь, иди и делай. Но! Большинство из нас не обладает такой силой воли, что пошел и начал делать. Несмотря ни на что. Большинству нужны какие-то стимулы. Одна из техник самомотивации, тоже, наверное, многие из вас ее слышали, она хорошая. Это техника натощак седаем одну лягушку. Слышали? Ну, слышали. Техника хорошая. Смысл в чем? Есть масса задач маленьких, неприятных. Задачи, которые нужно выполнять. Допустим, отчет налоговый. Ну, надо. Либо по кредиту разобраться. Либо клиент какой-то проблемный. Надо ему позвонить и разрулить ситуацию. И не хочется. Абсолютно не хочется. Техника мотивации она называется промежуточная радость. То есть, большая, далекая цель очень сильный демотиватор. Вот это я вам говорю на собственном опыте. И вы сами, наверное, знаете. Когда рассматриваешь большую, глобальную, красивую задачу, она красивая, но она настолько глобальная, что я не знаю, как ей идти. А как сделать первый шаг, я знаю. Вот на нем и надо концентрироваться. Так вот, техника промежуточной радости. Составляет тоже списочек промежуточных радостей. То есть радостей на каждый день. Куда-то сходить, что-то съесть, с кем-то встретиться, посидеть, поговорить, выпить. Что-то купить ненужное, особенно для девушек. Что-то ненужное купить. Нужное мы всегда купим. Ненужное. Списочек ненужностей. Я сделал задачку, я получаю приз. Вам задача прийти и в своем ежедневнике, в который вы зайдете, в ноте, или на стикере, который с плохим клеем клеится, назначьте встречу с самым важным человеком, который для вас самый важный. Он важнее президента, и папы римского. Это вы сами. Назначьте время самому себе. У нас на самих себе не хватает времени. Часик. Хотя бы час. И отложите все дела, которые надо делать. Какие-то семейные, которые нависны. Посмотрите на фигу. Всех тех, кому от вас что-то нужно, на этот час. Я не говорю навсегда. Ни в коем случае. На этот час. Посидите и подумайте, что для вас главное в жизни. Определитесь.